У меня вот такая оплатка, борт от Ардуины, в целом направленная на IOT-проекты. Сегодня я хочу небольшой пример показать, как ML-проекты можно делать вот на таких микроконтроллерах. Есть два пути, сейчас их преследует Ардуино. Это разработка в облаке, их собственная разработка, вплоть до компиляции и прошивки ваших контроллеров. То есть они сделали доступ в свое облако, то есть это create.ardewino.cc и вы попадаете в облако в редакторе. И самый большой плюс работы в облаке, лично для меня, это не нужно думать о зависимостях, о библиотеках, о библиотеках для ваших бордов, чтобы в принципе они у вас были. И вы это все держите под своим аккаунтом. Ну и есть, конечно, некие минусы, то что вы обязаны будете поставить некий агент от Ардуино, который даст доступ к вашему подключенному оборудованию. То есть, по сути, все, что вы подключаете через интерфейс USB, например, будет иметь доступ к облако. Поэтому вот у нас есть сейчас такой микроконтроллер. Сделаем пример сейчас очень простой. Это TensorFlow Lite модельку, которая распознает фразу «да» или «нет» на английском языке «yes» or «no». И в зависимости от того, что она распознала по звуку, она будет зажигать светодиод. Если «yes» — это зеленый, если «no» — это красный, если не распознала вообще ничего, то там будет смесь светодиодов, по-моему, такой синенький цвет будет. Соответственно, что вам нужно? Вам нужно будет завести аккаунт на Create Arduino CC, приобрести платку вот такую. Я думаю, локально ее уже можно найти в Украине, в России. И, в принципе, даже банально через Moser заказать и в любую страну в течение 10 дней это все придет. На текущий момент цена вот такая ее на сайте официально. Кроме этой платки, в принципе, для этого туториалса, для этого примера, вам ничего не нужно будет больше. Ну и, соответственно, аккаунт о том, о чем я сказал. В аккаунте переходите в редактор и вам необходимо будет перейти в библиотеки. Далее, в библиотеках вам нужно будет найти библиотеку, которая связана с TensorFlow. Да, я смотрю, у них еще работа идет. Поэтому могут... TensorFlow Lite. И здесь есть примерчики. Можно вот этот пример, который микроспич. Его сразу же сюда закрутить. Он у меня уже загружен. Я сейчас быстренько по нему пройдусь и расскажу преимущества. Какие есть в облаке, какие есть, если вы работаете через Arduino IDE, которое установлено у вас как приложение в вашей системе. Здесь, кстати, тоже у меня этот же пример открыт. Плюс того, что все заголовочные файлы, все файлы C, C++ у вас уже здесь будут. В этом примере в облаке под этим примером они потянутся. Относительно борда. Я сказал, что кроме наличия самой железки, вам нужно будет поставить клиент. Arduino Agent, так называемый. Arduino Agent можно скачать по ссылочке. Я ссылочку оставлю здесь. И пример, как это все работает в текстовом виде, тоже будет. Соответственно, агент у вас есть. Агент запущен. Вам необходимо будет подключить по microUSB вашу платку. Подключили ее. Ну, соответственно, вот уже агент словил через интерфейс, написал, что Arduino Nano 33 BLE, Bluetooth Low Energy. У меня версия Sense, это с максимальным количеством датчиков, сенсоров, которые вот именно по этой ссылке. Именно эта версия у меня есть. То есть там акселерометры, барометры, микрофоны, датчик освещенности, температура, влажность и так далее. Это максимально возможный борт, который есть у них на сайте. Далее. Подключен он. Можете верифицировать скетч, можете сразу загрузить его. Давайте сразу загрузим его. Ошибку. Попробуем верифицировать. Тоже не хочет. Ага, выбрать порт. Да, кстати, я слышал там на форумах о некоторых, что вроде бы оно распознало в облаке. Но необходимо еще указать дополнительно такую вещь, как по какому из портов у вас, на каком из портов висит ваша ардуинка. Верифицируем. В принципе, можно было сразу загружать, но в облаке это гораздо быстрее все происходит. Да, кстати, если у вас аккаунт платный, тут есть возможность, естественно, приобрести подписку и проапгрейдить ваш план. И все это будет компилироваться гораздо быстрее. По поводу загрузки будет то же самое по скорости, потому что ограничено только пропускной способностью порта. Но в целом все это загружается довольно быстро. Вот, загружаете скетч, он сразу же на контроллер загружается. Так, сохраняется. Пока пишет занят. Вот, ну и соответственно, вам необходимо будет для проверки, если хотите, откройте IDEA, который есть у вас на машине установленный. Выбрать борт. И в нем вы можете в любом из скетча открыть сериал-монитор. Я на текущий момент пока сериал-монитора в облаке не нашел. Не знаю, может быть где-то есть, но пока еще может у них в работе это все дело. Зачем нужно? Ну, чтобы принтить все те вещи, которые вы, допустим, у себя в скетче в монитор хотите вывести. Например, я вам говорю какую-то фразу, ее распознает. Кроме там зажигания светодиода, я бы хотел в консоли видеть, как это в сериал-мониторе происходит. Вот, так, скетч загружен. Давайте проверим. Yes. No. Yes. No. No. Yes. No. Так, отлично. И проверим в сериал-мониторе, почему. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Так, ну, в принципе, на этом все. Довольно неплохой борт, на нем можно делать классные проекты. Единственное, если, не знаю, минус, а может быть даже и плюс, у него нет Wi-Fi, у этого борта есть только Bluetooth. Но в целом никто не мешает, допустим, там с другими контроллерами все это связать и пользоваться интерфейсом Bluetooth Low Energy. Вот, в целом это все. Заходите вот по этому линку, я его в комментариях оставлю. И проверяйте, там есть несколько примеров для этой платки. Можете протестировать, посмотреть в целом, как с ней работать. Также, если заинтересует работа через подобного микроконтроллера типа Arduino Nano 33, то есть еще очень интересное облако подобного типа, как на Arduino. Это Edge Impulse. И у них гораздо больше всяких возможностей, связанных с работой прямо в облаке и вашими микроконтроллерами. Ссылочку я тоже на него оставлю. Не стал его смешивать в этом видео. В целом, посмотрите. Просто абсолютно другое облако со своими возможностями, со своими платами, естественно, за то, что вы используете, мощности этого облака. Ну и большущий плюс, конечно, что и у одного и второго провайдера, вот таких облачных технологий для микроконтроллеров, есть свой агент, который вы можете поставить на Windows, Mac, либо Ubuntu, Linux. И сможете, в принципе, прямо с облака контролировать там прошивку, которая будет у вас на микроконтроллере. Так вот, в целом, это вот так. No. Yes.